Сура 23. Верующие. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Уже обрели успех верующие. Они будут избавлены от огня ада и войдут в рай, которые в молитвах своих смиренны, душой полностью отдающейся молитве и соблюдающие внешнее спокойствие в ней, которые уклоняются от праздного, оставляют все такие дела, слова и мысли, которые не ведут к довольству Аллаха, которые для очищения своих душ и своего имущества совершают выплату закята, которые охраняют органы свои от всего недозволенного, от прелюбодеяния и не оголяют части своих тел, запретные к показу чужим, кроме как от жен своих и тех, которыми овладели десницы их, наложниц. Поистине же они вне упрека, если имеют близость со своими женами и наложницами, так как Аллах дозволил это. А кто же устремится за пределы этого, будет искать близости вне дозволенного Аллахом, то такие уже являются преступниками, теми, которые нарушают границы дозволенного и запретного, установленные Аллахом, которые берегут доверенное им и исполняют свои договоры, которые берегут свои молитвы, исполняют вовремя и надлежащим образом. Те, такие, вот они являются наследниками, которые наследуют Фердаус, самое верховье рая, и они в нем будут пребывать вечно. И уже мы создали человека из эссенции, глины, из глины, взятой от всех земель. Потом поместили мы его, потомка Адама, каплей, мужским семенем, в надежное место, в матку матери. Потом мы создали из этой капли сгусток крови. И затем создали мы из этого сгустка крови кусочек плоти. И затем создали мы из этого кусочка плоти кости. И затем облекли мы эти кости мясом. Потом мы вырастили его, как другое, новое создание, вдохнув в него дух. Благословен же Аллах, лучший из Творцов. Потом, поистине, вы, о люди, после этого, после прохождения стадии развития и после завершения срока жизни, однозначно умираете. Потом, поистине, вы, о люди, в день воскрешения будете воскрешены для расчета и воздаяния. И я клянусь, что уже создали мы над вами семь путей, семь небес, которые находятся одно над другим. И мы не небрежны к творениям. Мы не забываем тех, кого мы сотворили. И только поэтому существует этот мир и жизнь в нем. И низвели мы с неба воду по мере потребности творений в ней и поместили ее на земле. И мы в состоянии ее, низведенную воду, удалить. И мы вырастили ею, этой водой, для вас сады из пальм и винограда. Для вас в них, в садах, многие плоды, и их плоды вы едите. И также мы вырастили для вас этой водой оливковое дерево, которое исходит из горы Тур, в местности Синай. Оно выращивает масло и приправы для едящих. И поистине, для вас в домашнем скоте однозначно есть назидание. Мы поим вас тем, что у них в животах молоком, и для вас в них, в скоте, много другой пользы, как шерсть, шкуры. И ими вы питаетесь. И на них, на верховых животных, и на судах вы переноситесь. И уже раньше мы посылали пророка Нуха к его народу. И сказал он Нух. «О мой народ! Поклоняйтесь только одному Аллаху, ведь нет для вас другого Бога, кроме Него. Разве вы не станете остерегаться Его наказания, которое Он обещал за неверие?» И сказали знатные люди, которые стали неверными, из Его народа простым людям. «Этот Нух, только человек, подобный вам, ничем от вас не отличается, который хочет получить над вами преимущество, главенство. А если бы пожелал Аллах, чтобы мы не поклонялись никому, кроме Него, то Он однозначно не спасал бы ангелов, которые пришли бы к нам в качестве Его посланников. Мы не слышали про это, про то, что говорит Нух, и про то, что нужно оставить поклонение нашим божествам, среди наших первых отцов, прежних поколений. Этот Нух – только человек, в котором одержимость бесами. Вы же подождитесь с ним до некоторой поры, пока он не поправится от этой болезни, или же не прекратит свой призыв, или же пока не умрет, и тогда вы отдохнете от него. Он, Нух, сказал, «Господи, помоги мне против моего народа за то, что они отвергли меня, когда я доводил им то, с чем ты послал меня к ним». И внушили же мы ему, Нуху, откровением, «Сделай ковчег, корабль, на наших глазах, под нашей защитой, и по нашему внушению, как мы повелеваем. Когда же придет наше повеление о наказании неверующих из твоего народа и забурлит вода из печи пекаря, что явится признаком начала потопа, то введи в него в ковчег из всех живых по паре и твою семью, детей и женщин, кроме тех из них, о которых предшествовало мое слово, о наказании их за неверие, кроме жены и сына. И не говори со мной о спасении тех, которые творили зло. Поистине, они будут потоплены. А когда утвердишься, окажешься ты, о Нух, и те, кто с тобой на ковчеге, то скажи, «Хвала Аллаху, который спас нас от людей, которые являются притеснителями от неверующих». И скажи, о Нух, «Господи, спусти меня на землю, в месте благословенном, ведь ты, о Аллах, лучше издающих место для остановки». Поистине, в этом, в этом рассказе, однозначно содержится знамение о могуществе Аллаха, о его мудрости, о необходимости веры в него и поклонения только ему одному. И действительно, мы испытываем наших рабов, посылая к ним пророков, чтобы проявился верующий и неверующий. Потом мы вырастили после них, после народа пророка Нуха, другое поколение – адитов. «И послали же мы к ним, к адитам, посланника из них, пророка по имени Худ, который сказал им, «Поклоняйтесь и служите только одному Аллаху, нет для вас никакого другого Бога, кроме Него. Неужели же вы не станете остерегаться наказания, которое может постичь вас за поклонение кому-либо, кроме Аллаха?» И сказала знать из его народа, из народа пророка Худа, которые стали неверными и считали ложью встречу в вечной жизни, не уверовали в день суда, в ад и рай, и которых мы наделили роскошью, наслаждениями и благами в земной жизни. Этот человек, который вас призывает признать Аллаха единственным истинным Богом, является всего лишь человеком, подобным вам. Он ест то же, что и вы едите, и пьет то, что и вы пьете. И если вы станете повиноваться человеку, подобному вам, Худу, и станете поклоняться только Аллаху, тогда поистине вы окажетесь однозначно в убытке. Разве он, Худ, обещает вам, что вы, когда умрете и станете снова почвой и костями, будете выведены из своих могил живыми, воскрешены? Почти невероятно, почти невероятно, то, что может произойти, обещанное вам, о люди, воскрешение умерших. Это только наша земная жизнь. Мы умираем, одно поколение из нас умирает, и живем, а другое поколение из нас живет. И не будем мы воскрешены. Это, Худ, только человек, который измыслил на Аллаха ложь, и мы ему, Худу, не верим. Сказал он, Худ. Господи, помоги мне за то, что они отвергли меня. Сказал он, Аллах. Спустя немного времени, они, эти неверующие, непременно и обязательно окажутся сожалеющими. И постиг их, неверующих аддитов, поражающий насмерть шум по праву за их неверие, и все они погибли. И сделали мы их подобными растительному ссору, который несет поток, их тела высохли. И да будут же далеки от милосердия Аллаха люди, являющиеся притеснителями, неверующие. Потом мы воздвигли после них, после аддитов, другие поколения. Не опередит ни одна община своего жизненного срока, не умрут раньше срока, который установил Аллах, и не задержатся они от срока, им не будет дана отсрочка. Потом отправляли мы к тем общинам наших посланников одного за другим. Каждый раз, когда приходил к каждой общине ее посланник, они, неверующие, отвергали его, и мы отправляли одних неверующих вслед за другими на погибель. И сделали их повестями, назидательными историями для тех, которые будут жить после них. И да будут же далеки от милосердия люди, которые не веруют. Потом мы послали пророка Мусу и его брата пророка Харуна с нашими знамениями, с девятью чудесами и ясным доказательством к фараону и его знати. Но они высокомерно возгордились и были людьми, превосходящими других своей властью. И сказали же они, «Разве мы поверим каким-то двум людям, подобным нам, в то время, когда народ их, потомки Исраила, нам служит, пребывает под нашей властью?» И отвергли же они их двоих, Мусу и Харуна. И затем оказались они из числа погубленных наказанием от Аллаха. И уже мы дали пророку Мусе книгу Тору, чтобы они, потомки Исраила, руководствовались ею. И мы сделали сына Марьям, пророка Иису и мать его знамением, чудом, показывающим нашу мощь, и дали им двоим убежище от преследовавших их у холма, где было место для пребывания, плодородная земля и источник с пресной водой. О посланники, ешьте ту пищу, что из благого, дозволенную, и совершайте праведное, праведные дела. Поистине, я знаю, что вы делаете. И поистине, это, упомянутая выше, ваша вера, о пророке, которая есть, вера единая, вера всех пророков Ислам. И я, ваш Господь. Остерегайте же меня. А разделили они, люди, свое дело, единую веру между собой, на части. Разделились в вероубеждениях. Каждая партия радуется тому, что у нее, думая, что только они на истине, а другие заблуждаются. Оставь же, о посланник, их в их пучине, в их заблуждении, до времени, когда на них пойдет наказание. Неужели они, неверующие, думают, что то, чем мы поддерживаем их в этом мире, даруя из богатства и сыновей, это потому, что мы спешим для них с благами, которые они заслужили. Наоборот, это испытание и обольщение для них, но они не чувствуют этого. Поистине, те, которые от страха перед своим Господом трепещут, боятся, и которые в знамении Господа своего в аяты Корана веруют и действуют по ним, и которые Господу своему не предаются, товарищей, поклоняются только Аллаху, и которые дают то, что давали, дают закят, милостыни, а сердца их трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся. Такие на самом деле спешат в совершении благих дел, и они опережают других в этом, в совершении благих дел. Они боятся, что их дела не будут приняты Аллахом, и думают, что этих дел не будет достаточно для спасения от наказания. И мы не возлагаем на душу ничего, кроме только того, что она может, не вменяем в обязанность нашим рабам то, что им не по силам. И у нас есть книга, где ангелы записали деяния нашего раба, которая говорит истину, и они, рабы Аллаха, не будут притеснены. Не будет убавлено ни одно их благое дело, и не будет прибавлено ни одно плохое дело. Наоборот, сердца их, неверующих, в пучине, в крайнем невежестве и слепоте от того, от Корана, и у них есть еще другие деяния, другие грехи, помимо этого, помимо неверия, которые они творят. А когда мы схватили живущих роскошно, погрязших в наслаждениях и потехах, из них наказанием, то вот они ревут, умоляя о помощи. И будет сказано им, «Не ревите, не просите помощи. Сегодня, поистине, вам от нас, от нашего наказания, не будет дано помощи. Ни вы сами, и никто другой не сможет помочь вам». Уже было так, что читались мои знамения, аяты Корана вам, чтобы вы уверовали в них, а вы на своих пятках отступали назад, отвращались от слушания Корана и веры в него, будучи высокомерными из-за нее, из-за Каабы. Считаю, что вас никто не одолеет из-за того, что вы жители запретной территории, и, болтая скверные речи, по ночам, оставляли истину. Неужели они, многобожники, не задумывались над словом, над Кораном, и не видели, какие есть в нем доказательства и наставления, чтобы поверить посланнику, которого Аллах послал к ним? Или их удерживает от веры то, что пришло к ним то слово Аллаха, что не приходило к их первым отцам, предкам? Или развих удерживает от веры то, что они прежде не знали своего посланника Мухаммада, и поэтому стали его, Мухаммада, отрицать? Миканцы очень хорошо знали будущего пророка еще с детства и знали его родословную и то, что он самый благонравный и честный из них. Или они говорят, у него, у Мухаммада, есть одержимость бесами. Наоборот, он пришел к ним с истиной, истинной верой и книгой истины, а большинство их многобожников истину ненавидит. А если бы истина последовала за их прихотями, если бы Аллах предписал неверующим то, что соответствует их желаниям, то расстроились бы небеса и земля и те, кто в них, нарушилось бы их устроение. Но мы пришли к ним, к мекканцам, с упоминанием о них, с Кораном, где упоминается о них, но они от упоминания о них, от Корана отворачиваются. Разве ты, о пророк, просишь у них, у неверующих, содержание, средства за свой призыв к вере в Аллаха и повиновение ему? Так поддержка твоего Господа, дарование, пропитание и награда лучше, и он наилучший из наделяющих уделом. И поистине, ты, о Мухаммад, однозначно призываешь их, свой народ и других к прямому пути, к истинной вере, исламу. И поистине, те, которые не верят в вечную жизнь, воскрешение, суд, ад и рай, однозначно отклоняются от пути, от истинной веры, ислама. А если бы мы смиловались над ними, над мекканскими многобожниками, и избавили бы их от той беды, которая случилась с ними, от постигшего их многолетнего голода, то они упорствовали бы, слепо блуждая в своем беспределье, неверии. И мы подвергли их, многобожников, наказанию, засухе и голоду. Но они не подчинились своему Господу и не воззвали с мольбой к Нему, когда случилась беда, пока мы не открыли перед ними, многобожниками, врата жестокого наказания в вечной жизни. Вот они, многобожники, там пребывают в полном отчаянии от того, что их ничто благое не ждет. И только Он, Аллах, Тот, Который устроил для вас слух, зрение и сердца, разум. И как мало вы, они верующие, благодарны Ему за эти его благодеяния. И только Он, Аллах, Тот, Который создал вас на земле, и к Нему вы будете собраны в день суда. И только Он, Аллах, Тот, Который оживляет свои творения и умертвляет их. И Ему принадлежит смена ночи и дня, Он управляет ими. Разве вы не думаете о Его единстве и могуществе? Однако они, неверующие, сказали то же, что говорили первые, прежние неверующие. Они сказали, «Разве это возможно, что когда мы умрем и станем землей и костями, полностью истлеем, разве ж мы действительно будем воскрешены?» Уже было обещано нам и нашим отцам это, всё то, о чём ты рассказываешь нам о Мухаммад, раньше. Но это до сих пор не произошло, поэтому это выдуманные легенды древних народов. Скажи, о пророк, этим многобожникам, которые не верят в воскрешение и суд Аллаха, кому принадлежит земля и кто на ней творение? Если вы знаете того, кому всё это принадлежит, то назовите его. Они, многобожники, скажут, «Это всё принадлежит Аллаху». Тогда скажи им, неужели вы не вспомните этим самым, что тот, кому принадлежит всё это, сможет воскресить их? Скажи им, о пророк, кто Господь, Создатель и Владыка семи небес и Господь великого трона, самого высшего и большого творения? Они скажут, «Аллаху принадлежит власть над ними». Тогда скажи им, о посланник, разве вы не станете остерегаться его наказания, разве вы не уверуете в воскрешение и не перестанете предавать ему соучастников. Скажи им, о пророк, у кого в руке власть над всякой вещью, над всем, и он защищает, и никого нельзя защитить против него от его наказания. Скажите, если вы знаете кого-нибудь, кроме Аллаха, у которого была бы власть над всем. Они скажут, «Всё это принадлежит Аллаху». Затем скажи же им, «Да чего же вы очарованы, обмануты?» Однако мы пришли к ним, к этим неверующим, с истиной, с Кораном, отправив к ним посланника, и поистине они однозначно лгут в своих речах и в своём призыве. Не брал Аллах себе никакого сына, и не было вместе с ним никакого бога, которому бы поклонялись. Иначе унёс бы каждый бог то, что он сотворил, и одни из них стали бы возноситься над другими, как обычно поступают правители в этом мире, и пришло бы в расстройство всё бытие. Приславен Аллах от того, что они многобожники ему приписывают, от соучастника или сына. Знающий сокровенное и явное, превыше же он того, что они придают в соучастники ему. Скажи, о посланник, «Господи, если ты покажешь мне то наказание, что обещано им многобожником, Господи, то не помещай меня в таком случае с людьми, которые являются притеснителями, не погуби меня тем же, чем ты погубишь их». И поистине, мы однозначно можем показать тебе, о пророк, то наказание, что обещаем им, многобожникам. Отклоняй, о пророк, то плохое, что причиняют тебе эти многобожники, тем, что лучше, отвернись от них и не обращай на них внимания. Мы лучше знаем, что, какие слова они, эти многобожники, приписывают Аллаху. «И скажи, о пророк, Господи, я обращаюсь к тебе за защитой от наущений шайтанов, дьяволов. И я обращаюсь за защитой к тебе, Господи, чтобы они, шайтаны, не явились ко мне. А когда придет к одному из них, из тех многобожников, смерть, когда он увидит обещанное ему наказание, он скажет, «Господи, верни меня обратно в этот мир. Может быть, я сделаю благое в том, что оставил. Может быть, я уверую и стану покорным тебе. Так нет же, ему не будет дано то, что он просит. Поистине же, это слово, которое он говорит, нет пользы ему от этой речи, а за ними, за умершими, преграда, которая ограждает их от возвращения в этот мир, до того дня, как они будут воскрешены, до дня суда. И когда же будет дунуто в трубу, когда наступит день суда, то не будет в этот день родства между ними и не будут они расспрашивать друг друга. У кого же при расчете перед Аллахом будут тяжелые весы благими деяниями, то такие будут обретшими успех в вечной жизни, войдут в рай. А у кого при расчете перед Аллахом будут легкие весы на благие дела и перевесят их неверие и многобожие. Такие являются теми, которые нанесли ущерб самим себе. И в гиене, в аду они будут пребывать вечно. сжигают огонь их лица, и они в ней безлики от того, что огонь спалит всю кожу их лиц. И будет сказано им, разве не читались вам мои аяты, аяты Корана, но вы считали их ложью, не уверовали в них. Они сказали, скажут, в день суда, Господи, одолело нас наше злосчастье, которое было уже предопределено, и мы оказались заблудшими людьми. Господи, выведи нас из него, из ада, и верни нас обратно в бренный мир, и если мы еще раз вернемся к неверию и грехам, то тогда мы будем притеснителями, которые действительно заслуживают наказание. Он скажет им, убирайтесь прочь, будучи в нем в аду, и не говорите со мной. И после этого они уже никогда не смогут обращаться к Аллаху с мольбами и иметь хоть какую-либо надежду. Поистине, одна часть моих рабов говорила, верующие обращались к Аллаху с мольбой, о Господь наш, мы уверовали, прости же нам наши грехи и смилуйся над нами, ведь ты лучший из милующих. И вы, о неверующие, насмехались над ними, над верующими, до таких пор, что они стали причиной тому, что вы забыли напоминание обо мне, из-за занятости насмешками и издевательствами. И вы, о неверующие, над ними, над верующими, смеялись. Поистине, я, Аллах, вознаградил их, тех верующих, сегодня за то, что они проявляли терпение, когда над ними издевались и оставались покорными мне, тем, что они оказались достигшими успеха, стали вечными обитателями рая. Сказал Аллах обитателям ада, в ответ на их просьбу вернуть их в бренный мир. Сколько вы пробыли на земле по числу лет? Они сказали, отвечая, но из-за сильного наказания не помня время пребывания на земле. Пробыли мы день или часть дня? Спроси же считающих ангелы, которые назначены для счета. Он, Аллах, сказал им, пробыли вы только немного, по сравнению с тем, что вас ожидает сейчас. Если вы были бы покорными Аллаху в такой короткой жизни, то стали бы обитателями рая, если бы вы только знали. Неужели вы думали, что мы создали вас напрасно, просто забавляясь, и что вы к нам не будете возвращены для расчета и воздаяния. И превыше всего Аллах, превыше того, чтобы иметь детей равных или создавать для забавы, владыка всего, истины в речи, обещаниях, деяниях и во всем другом. Нет Бога, кроме Него, и Он, Господь благого трона, который является самым большим творением. А кто молит, поклоняется наряду с Аллахом другого Бога, нет у Него доказательства основания на это, и расчет Его за это только у Его Господа в день суда. Поистине, не обретут успеха неверующие в день суда. И скажи, о посланник, Господи, прости грехи и помилуй, ведь Ты лучший из милующих. Принимаешь покаяние и не наказываешь за тем за грех.